МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа Попутчик, которая выходит из выездной студии телеканала «Автоплюс» на весеннюю лутаймер-галерею Ильи Сорокина 2013 года. Так что получилось, что в последнее время все лутаймер-галереи имеют некую тематическую направленность, некую тематическую экспозицию, сердцевину, ядро. И вот нынешняя лутаймер-галерея посвящена истории советского автомобильного спорта и советских автомобильных рекордов. У нас в гостях Владимир Киреев, человек, ну, наверное, разные энциклопедических познаний в области и отечественного, и мирового автомобилестроения. Причем Володя вот на моей памяти так немножко штормит от классики, от пакардов, сейчас уже в области автомобильных гонок, автомобильных рекордов. Володя сейчас занимается организацией архивного фонда, да, отечественного автомобилестроения, за что ему отдельное персональное спасибо. Может быть, действительно, огромный массив документов не исчезнет бесследно. Спасибо, спасибо, Володя. Действительно, это великая работа, великое дело. И вот часть этой работы, на мой взгляд, это вот та экспозиция спортивных, гоночных и рекордных автомобилей, которые, ну, на мой взгляд, мне казалось, что это исчезло без следа. Я довольно много читал про это, как человек, увлеченный рекордами и, ну, прошу прощения за нескромность, да, обладателей девяти российских рекордов скорости тоже. Вот, но я все время думал, что этот пласт навсегда исчез. Эти машины утилизированы, пропали в гаражах, были разобраны на запчасти, и вдруг какая-то археология на самом деле. Ну, вот я как раз в основном-то и занимаюсь археологией. То есть я как начал в 14 лет искать автомобили старинные, вот так до сих пор их и ищу. Вот, и естественно, за эти там, сколько там, 26 лет, вот, в общем-то, немалый багаж накопился информации. Вот, и меня так не особо штормит, я просто стараюсь систематизировать направление, которым я занимался, и иногда показывать, ну, какую-то из них. То есть, ну, скажем, особая любовь – это правительственные автомобили, поэтому я над ними больше всего работаю, поэтому были несколько выставок совместно с гаражом особого назначения, к столетию царского гаража, к 90-летию гона, потом как-то вот забытую тему советских самодельных автомобилей показал пару лет назад, или год назад уже время. Мощная была экспозиция. Вот, и тема советского автоспорта, она точно так же была, в общем-то, забыта в нашей стороне. То есть как-то я все время хочу показать то, чем обычно никто не занимается, и показать больные темы. То есть основная масса, в общем-то, привыкла к гламуру, то есть с каким-то блестящим красивым машинком, идут за фотографиями, за… А я хочу показать, что автомобильная история – это не только вот там москвичи, «Жигули», «Волги», «Зимы», «Победа», «Зисы», не только «Покарды» и даже «Бугатти» там и так далее, но еще и есть направление. Там есть автобусы, есть вездеходы, там, тракторы. Есть катапалки, пожарные машины. Да, и так далее. Ну вот спорт – это острие, это острие автомобильной промышленности, это, собственно говоря, это экстремум такой в автомобильном мире во всем, то есть где борьба идет не то что на секунду, а за сотые доли секунд, там четвертый знак после запятой, когда вопрос решается, ну там, не знаю, там на тех же картах, там, в зависимости от температуры, влажности, давления воздуха, жиклера в карбюраторе меняются. То есть там, ну на таких нюансах уже идет инженерная борьба, что, ну просто ни в одних испытательных пробегах, ни на одном испытательном полигоне не достичь, наверное, такого объема информации по технике, какой можно получить в автомобильном спорте. Володь, если мы возьмем спортивные гоночные автомобили, европейские, прежде всего, как ты понимаешь, английские, французские, итальянские, тех же 60-х годов, если мы возьмем автомобили наши, которые создавались часто вопреки в третью смену по ночам, да, и иногда, а может быть и иногда за собственные деньги, а не за государственный счет, конечно, СААФ, да, мы поймем, что пропасть, она, вот просто это два разных мира, два мира, два детства, да? Естественно, естественно. И, а интересно ли этим заниматься, когда есть совершенно другие технологии, примеры реализации других инженерных решений? Ну, на самом деле, ну, мы живем, во-первых, в России, да, и если мы не сохраним свою отечественную историю, свои направления, скажем, истории, в том числе автомобильной, этим никто точно не займется. То есть, вот сейчас, ну, вот, скажем, мы бы с Шаманским сейчас Евгением не взяли бы этот пласт, были бы утеряны эти вещи, и, да, мы, в целом, конечно, гигантская пропасть между нами и за рубежом, но это, это не во всем так, скажем, вот тут стоит автомобиль Лоренто Эдуарда Осипового Лоренто, L2, его рекорд 50-летней давности не перекрыт до сих пор, да, некоторые технические решения в тех же Эстониях, они были очень даже в струе, во многом мы ничего не копировали, шли своим путем, как машина от ГСД Кальва, Ермилина, проект Ермилинский с тросовой подвеской МАДИ 0313, который здесь стоит, этого в мире не было никогда, у него там патентов международных только не один десяток на эти вещи, то есть, в некоторых вещах мы даже опережали, то есть, и потом, в общем-то, мозги в нашей стране, они дорогого стоят, то есть, за ними до сих пор охотятся, поэтому даже без какой-то поддержки государственной, она была, то есть, не сказать, что совсем этого не было, то есть, ее было гораздо больше, чем сейчас, то есть, в советское время автоспорта, сейчас ситуация более тяжелая и менее, скажем так, перспективная, чем это было в те годы, то есть, и, но в любом случае это всегда, и не только в нашей стране, это всегда удел энтузиастов, и за рубежом этим занимались тоже не за деньги, а в первую очередь, потому что хотели чего-то достичь, вот, то есть, все остальные мотивации, они второстепенны, вот, ну, скажем, у Эдуарда Осиповича в этом плане интересный момент, он перекрывал собственные рекорды, за рекорды платили хорошо, он мог всегда сделать больше, но это нужно было делать за что-то, за какие-то деньги, поэтому он перекрывался чуть-чуть, получал рекорд, получал какой-то гонорар, потом еще раз чуть-чуть, то есть, ну, собственно говоря, это была мотивация, опять-таки, не основная, а, ну, такое средство зарабатывания, что называется, для следующих достижений. Ну, эти, конечно, эти же деньги шли в эти же автомобили. Да, да, естественно, их не хватало, конечно же. Они ни на стол, ни в холодильник. Да, их, естественно, не хватало в том числе. Да, Володь, а вот то, что все наши достижения спортивные, все наши рекордные достижения, те, которые перекрыты до сих пор, связаны с моторчиками в 500 кубов, в 750 кубов, это потому, что физически не было больших моторов в стране? Ну, во-первых, ну, их действительно не было, а, во-вторых, рекорд в малокубатурном классе поставить гораздо сложнее, чем в крупном, то есть, сделать, выжать из маленького двигателя вот такие параметры и показать, ну, это всегда дорогой автомобиль и большой, построить всегда дешевле и проще, чем маленький и дешевый, это аксиома. И вот этот Лорен-2, допустим, он ставил рекорды в четырех классах, до 250 кубов, до 350, до 500, да, и до 750 кубов. Здесь представлен двигатель 500 кубовый, самый первый, которым еще в 1955 году начал участвовать. Класс, допустим, до 750, в реальности мотор был 550 кубов всего, то есть, он еще 200 кубов у него в запасе был, чтобы в этом классе участвовать. Тем не менее, 286 км в час на вот этом поддоне с мотором, ну, я вот туда сегодня первый раз вот залез, и мне стало страшно. Страшно, да. То есть, я почувствовал себя Мюнхгаузеном на ядре, я просто представил эту 300 км в час скорость, то есть, там, не знаю, окурок, попавший под колесо, это уже смерть, это просто гарантированно. Ну, это реально Гагарин, то есть, шляпу надо снять перед таким человеком, а там были рекорды 10 км сходу. То есть, 10 км ехать на этом болиде с такой скоростью, ну, это с ума сойти. Володь, извини, пожалуйста, это место я хочу прервать для того, чтобы показать нашим зрителям один сюжет, который касается борьбы за скорость или со скоростью, так сказать, в планетарном масштабе. История рекордов. Вот то, что вы сейчас увидите, долгое время, десятки лет, было скрыто от слуха и зрения советских граждан, потому что цифры, которые упоминаются в этом контексте и сами картинки рекордных автомобилей, наглядно показывают, как велика пропасть, технологическая пропасть между ими и нами. И, увы, за вот уже скоро 100 лет эта пропасть не стала ни мельче, ни хуже. Первый официально зарегистрированный рекорд скорости был установлен 18 декабря 1898 года в небольшом провинциальном поселении Анше, расположенном недалеко от Парижа. Автогонщик Гастон де Шаслу-Лаба развил на автомобиле, созданном конструктором Жанто, небольшую по сегодняшним меркам скорость, всего 63 км в час. Причем первый зарегистрированный рекорд скорости был установлен на электромобиле. Уже через год это достижение превзошел бельгиец Камиль Женатцы, который на сигарообразной машине собственной конструкции преодолел рубеж в 100 км в час, разогнавшись до 105. Примечательно, что рекордная машина по имени Жаме Контант, что можно перевести как «незнающее удовлетворение», тоже была электрической. Рекорд бельгиеца продержался всего три года, и в апреле 1902-го его перебил известный конструктор Леон Серполе, который разогнал автомобиль с паровым двигателем до 120 км в час. Примечательно, что сам автор достижения боялся не столкнуться с отказом техники или разбиться, а банально задохнуться. После рекордов, установленных на электромобилях и машинах с паровыми двигателями, в гонку за рекордами вступили двигатели внутреннего сгорания. В 1904 году на льду озера Сент-Клер Генри Форд для рекламы только что основанной одноименной компанией поднял рекордную планку, разогнав свой автомобиль Arrow, то есть стрела до 147 км в час. При этом Форд не стал усердно работать над аэродинамикой, а просто-напросто поставил на голую раму самый мощный из существовавших в то время двигателей. Однако 200-километровый рубеж впервые был преодолен не бензиновой, а паровой машиной. В январе 1906 года на пляже во флоридском местечке Дайтона гонщик Фред Мэриот на автомобиле Стэнли Рокет достиг скорости в 205 км в час. Дальше последовала просто череда рекордных попыток, в результате которых рекордная скорость изменялась незначительно. А вот в 1927 году гонщик Генри Сигрев преодолел рубеж в 300 км в час, разогнав свой оснащенный двумя авиационными моторами тысячесильный Санбим до 327. В 1937 году англичанин Джордж Эйстон на трехосном Тандерболте с силовой установкой суммарной мощностью в 5000 лошадиных сил перебил все существующие на тот момент рекорды, разогнавшись до 502 км в час. Но через 10 лет его соотечественник Джон Кобб установил рекорд на отпетке в 634 км в час на автомобиле, имеющий мощность в два раза меньше, чем у трехосного Тандерболта, но который был тщательно продуман с точки зрения аэродинамики и имел каплевидную форму. После этого стало понятно, что для достижения более высоких скоростей нужно работать в направлении улучшения аэродинамики и, видимо, отказываться от поршневых моторов, которые подошли к пределу своих возможностей. Поэтому максимальная скорость на суше была достигнута на болиде Траст СССи с двумя турбовентиляторными двигателями Rolls-Royce Spey от истребителя Phantom с суммарной мощностью 110 тысяч лошадиных сил. 15 октября 1997 года пилот британских королевских ВВС Энди Грин за штурвалом этой высокотехнологичной реактивной тележки преодолел звуковой барьер и разогнался до 1228 км в час. Этот рекорд не побит по сей день. Тема автоспорта у нас в стране вообще непопулярная. И она была непопулярна и в советские годы, поскольку не было больших поводов для гордости, кроме вот тех самых рекордов, о которых мы сейчас говорим. И все, что происходило в мировом автоспорте, называлось не иначе, как битва гладиаторов, значит, эти вот самоубийцы, которые там ради желтого дьявола, значит, там, да. Ну, потому что нечего было противопоставить. Сейчас тема автоспорта, мне кажется, в стране вообще умерла, потому что даже Формула-1, про которую все говорят, на самом деле собирает рейтинги меньше, чем любой там мексиканский сериал. Вот то, что ты взялся за эту тему, ты не боишься, что в данном случае вот люди, которые сейчас ходят вокруг нас, они просто это не поймут? В большинстве своем и не понимают. Вот 90% людей на выставке хотят увидеть тот же гламур, какие-то красивые вещи. Мы показываем действительно археологию, то есть осколки истории. То есть люди, приходящие в музей, они не удивляются, когда видят ржавые мечи, выкопанные там, или там осколки амфор тех же, или еще, это как бы естественно. Здесь абсолютно такая же точная ситуация. Мы имеем настоящую археологию, именно настоящие подлинные остатки технической культуры и достижений тех. Что-то из этого, процесс реставрации безумно долг. Некоторые машины реставрируются по 8-10 лет. Машину создать и построить можно заняться несколько месяцев, а чтобы собрать информацию о том, как это было сделано, и сделать объективно ту или иную вещь, именно не понты какие-то там, и не реплику, а сделать именно оригинальную вещь, правильную, это иногда годы. Вот здесь 101, сколько людей их реставрируют, там меньше 8 лет еще никто не потратил. Так вот, вот здесь мы видим только всего три отреставрированных автомобиля. Это Эстония 15М, и то она реставрирована в том виде, в каком человек на ней ездил, не в серийном исполнении. Монококовую последнюю Эстонию 25, и первый советский Дрэкстер, лорентовская машина, L3. Причем в самом-самом последнем ее исполнении, 1984 года. Машина несколько раз глобально реконструировалась, и вот в этом исполнении мы даже фотографии не нашли. Полтора месяца назад этот голубой Дрэкстер был просто набором деталей и мусором. И мы даже не знали, мы думали его просто как-то макетно собрать, мы думали, он не соберется. Он был в состоянии гораздо худшем, чем L4, который лежит в виде рамы, каких-то остатков подвески. И буквально за полтора месяца такой кураж напал на реставраторов, и машина просто как пазлы. Все осталось, а дело все же самодельное. Там компрессор, там какие-то патрубки, какие-то плиты точенные. Вот это вот, весь задний узел там с главной передачей. И все это начало подходить, отверстие к отверстию, деталь к детали, и пазл к пазлу. И было просто, все жили мозгами Эдуарда Осиповича Лоренто. То есть фактически все стало понятно, как он думал, что он хотел. Вот его эти идеи. Машина собралась вот из ничего, просто из мусора. Причем там же привезли остатки всех машин, и причем остатки огромного количества сопутствующих материалов. То есть это же были пробы и ошибки. То есть там огромное количество разобранных моторов, компрессоров. И это же нет в литературе, это не описание, нет каталога деталей, ничего. Из всего этого вдруг собрался аутентичный Дрэкстер. Это такое чудо. То есть народ просто в шоке был. Володь, посмотри тоже, интересная же вещь, да? По поводу любого серийного автомобиля можно говорить, не знаю, часами, раскладывая бумажки, фотографии, отчет об испытаниях, да? Заполненные соответствующим образом по нормативные документы, которые необходимы были. В данном случае мы имеем дело, в общем, с самоделками. Это же, да? Наверное, не было определенного жесткого подхода к составлению документации. Поэтому сейчас, наверное, вы сталкиваетесь с тем, что зачастую непонятно, а что куда и откуда. Расскажу. Тема действительно важнейшая. Значит, по поводу коллекции Лоренто. Сохранилось безумное количество фотографий, сохранились кинопленки. У меня здесь представлена оригинальная кинопленка 8-миллиметровая. Я, чтобы вытащить информацию, отсканировал ее в безумном разрешении. Там каждый 8-миллиметровый кадр весит 4 мегабайта. Значит, у меня эти 7 минут заняли почти терабайт в разных вариантах отсканирования. Сканировали в жидкости с реставрацией, без реставрации. То есть боролись за каждый пиксель информации. Плюс сохранился целый ящик чертежей, выполненных самим Лорентом. То есть чертежей, карандашом сделанных на буквально обрывках бумажек. Жив внук, тоже Эдуард, который мечтает побить рекорд отца и деда. И он строит Лорент-5 и Лорент-6. Там история семьи потрясающая. Бабушка его гонялась на мотоцикла в 20-е годы на английских Нортонах, Санбимах, Мачлисах. И дедушка Эдуард Осипович гонялся на мотоцикла. Потом стал строить машины. На его первой машине рекорд скорости, который потом уже Тихомиров поставил с другими двигателями машины 319 метров в час, совсем недавно побили. Его сын установил целую кучу рекордов. Семь рекордов его сын поставил, Валерий Эдуардович. Теперь внук Эдуард Валерьевич строит Лорент-5 и Лорент-6 и собирается перекрыть рекорды отца. И мы думаем попробовать на машине деда, которая непобежденная. То есть через 50 лет, в этом году ровно 50 лет этому рекорду, 2 сентября 1963 года он был поставлен. Перекрыть, представляете, в таблице ФИА предыдущий рекорд. Эдуард Лорент, там на автомобиле Лорент, 286 км в час, класс там до 750. Следующая запись, через 50 лет, Эдуард Лорент на автомобиле Эдуард Лорент. Тоже автомобиль. Да, да, да. И это абсолютно реально. Ну, такая идея есть. Ведь, между прочим, у нас был автомобиль, который опередил свое время в абсолюте. Не в маленьком классе, а в абсолюте. Речь идет о реактивной машине, Вологи уже улыбается, ГАЗ-ТР. Этот реактивный болид с турбиной от истребителя МиГ-15 был создан в 1954 году, за 9 лет до появления первого американского реактивного автомобиля Спиритов Америка. В 1952 году в конструкторско-экспериментальном отделе Горьковского автомобильного завода были начаты работы по созданию советского рекордного автомобиля ГАЗ-ТР с турбореактивным двигателем, первого в своем роде. Стоит отметить, что англичане создали свой первый реактивный автомобиль только в 1960 году, а американцы — в 1964. Советские конструкторы и инженеры поставили перед собой сверхзадачу. Они решили построить автомобиль, способный перебить все существующие в то время рекорды и достичь на нем скорости в 800 км в час, при том, что абсолютный мировой рекорд в то время составлял 634. Работы велись под руководством Алексея Андреевича Смолина, опытного авиаконструктора. Привлекались и другие авиационные инженеры. Несущий кузов автомобиля изготовили из дюралюминия, а для достижения высоких скоростей было решено использовать турбореактивный двигатель ВК-1 от истребителя МиГ-17. Примечательно, что точно модель силовой установки не указана ни в одном из официальных документов, так что споры о том, на какой именно модификации остановились разработчики, продолжаются до сих пор. Сам фюзеляж рекордного автомобиля устанавливался на шасси от ГАЗ-12 ЗИМ. Ненужный при использовании реактивной тяги привод на заднюю ось демонтировали, а передние колеса как были, так и остались управляемыми. К сожалению, достичь намеченных скоростей не представлялось возможным по нескольким причинам. Во-первых, не было шин, которые смогли бы выдержать такую нагрузку. Во-вторых, нужно было разработать специальные тормоза, способные остановить автомобиль. И в-третьих, необходимо было найти достаточно длинную площадку для разгона. Но, несмотря на все перечисленное, в 1954 году было решено произвести пробный заезд и разогнать ГАЗ-ТР хотя бы до 300 км в час. Этой скорости было бы достаточно, чтобы оценить потенциал автомобиля и принять решение по поводу дальнейшей работы в этом направлении. Для испытаний была выбрана взлетно-посадочная полоса военного аэродрома. Но, к сожалению, сама попытка успехом не увенчалась. В результате аварии испытатель, двукратный чемпион СССР по автоспорту Михаил Митилев, отделался переломом пальца ноги, а сам автомобиль пострадал куда серьезнее. Из-за неблагоприятного стечения обстоятельств испытания в дальнейшем продолжены не были, а в 1957 году работы над проектом и вовсе прекратились. Впоследствии ГАЗ-ТР был разобран. Фрагмент его носовой части в настоящее время является экспонатом Музея ГАЗ. Теперь дальше по документации. Завод, который строил Эстонию, он ведь уничтожен, уже ж ничего нет. Да, да, да. Александр Садовский здесь. Это последний главный конструктор, тот, кто создавал 25-ю машину и все, ну, часть предыдущих машин. Он на собственном энтузиазме спасал всю документацию, все архивы, чертежи, оснастку, кондукторы. Он ведет учет всех Эстоний по номерам шасси, всех, какие были сделаны. Каждого номера шасси. Он когда узнал, что здесь это есть, по-моему, у человека жизнь изменилась немножко. Во-первых, он сам свою коллекцию собирает, очень серьезную, и они в Эстонии создают прекрасный, потрясающий музей. Вот. Но теперь вторая жизнь просто у Александра Садовского. Он первые три дня, он не видел здесь ничего. Он просто не отходил от каждой из рам, не отходил от каждой... Он показал все, где номера набивались, то есть, понятия не имеют, где что, по номерам, какие у него стартовые номера были, какие гонщики на ней участвовали, чья это машина, какие нюансы именно в этой машине. А здесь вот Эстония-9, это сенсация. Их сохранилось два предмета. Вот одна у Садовского, одна в Рижском моторе музее, здесь третья. А здесь мотор чуть по-другому стоял, там, в Адбурговской. Еще какие-то нюансы. Он вообще это нашел массу всего. Главного конструктора нашел беда. Главный конструктор не помнит, как соединялась коробка с двигателем. Вот, не помню, забыл. То есть, боремся за воспоминания. Эстония-8, Тарту-1. Сумасшедшая тема. Это вот, которая на Lotus похожа, на Lotus Cooper. Предмет попал в свое время в Финляндию. Автомобиль вообще сумасшедший. В центральной моторной компоновке, двухместный. Прошло там почти 50 лет, появился «Феникс». Спустя такое время. То есть, это для советского автопрома уникальная конструкция. Значит, «Финики», естественно, по-своему подошли к этому автомобилю и сделали ее под эти регламенты она, естественно, уже не подходит. Они перенесли руль по центру, соответственно, переварили половину рамы, начали колдовать с местом для двигателя, ну и т.д. и т.п. Машина попала в музей к Дмитрию Октябрьскому, спас он ее фактически невероятными усилиями и продолжил реставрацию. А информации нет. А как ее реставрировать, эту машину? Продолжил создание линии, ход мыслей финских гонщиков стал продолжать. И усугубил ситуацию, соответственно. После этого я покопался в своих архивах и нахожу фотосъемку Бориса Николаевича Курбатова, которую он сделал. Это легендарный гонщик, чемпион страны. Он гонялся на автомобилях ЗИЛ, гоночных 112. Ну и человек, который, собственно говоря, тестировал Auto Union, привезенные Василием Сталином. Он начинал испытывать, начиная от ЗИС-101, если на всем заканчивая 41-047 взялами. Так вот, он увлекся фотографией в 50-е годы, купил Никон и потрясающе профессиональную вел фотосъемку всех соревнований, всех автомобилей. Сохранился архив, порядка тысячи фотографий. Он мне его передал. Слава Богу, что он есть. Он сделал буквально 5 кадров этой Эстонии с поднятым кузовом. Эти кадры позволили ее абсолютно достоверно и аутентично отреставрировать. Нам удалось привлечь одного очень серьезного конструктора, одного из создателей Формулы Русь. Ну, просто гениальный, гениальный дядька. Он просит себя не называет всякий раз. Но нам с ним очень повезло. То есть, он буквально несколько месяцев создавал чертежи по этим фотографиям. это человек, когда я догадываюсь, какой же день. Вот. И буквально из небытия, там, из 40% остатков создал 100% оригинальный предмет. Там реально 60% рамы не было. Но это титанический усилив. Вот фотографии выручили. ЗИЛ. ЗИЛ отдельная тема. Здесь его пока нет. Он будет. Не все пропало. Не все погибло. Не та машина, конечно, которая везде на главном входе висит. ЗИЛ 112 дробь не сохранился. Его переделывали много раз. И в итоге двигатель был выброшен относительно недавно, уже в 2000-е годы. Я был на этом месте, но уже ничего не осталось. А машина превратилась в автомобиль внешне уже такой, совсем другой архитектуры. И его не сохранилось. Но сохранился один из 112-х С, скажем так. Их было два, но они оба остались. Один в Рижском мотором музее, второй, я думаю, никуда он от нас не денется. Так вот, по поводу документации. Их же создавали на заводе ЗИЛ с полуферной лабораторией под руководством Глазунова. И там все происходило по заводскому. То есть на все машины делались чертежи. Комплект чертежей на эту машину есть в полном объеме. Пользуясь им, Молотов гараж создает реплику. Но с отклонениями. Там задний мост они решили по-другому решить. Немножко технические решения на ЗИЛе уж очень сложные. То есть решили немножко упростить конструкцию. Но есть документация. И самое интересное во всей этой ЗИЛовской гоночной теме это вообще мотивация существования этой мастерской, этой лаборатории. Главным аргументом и причиной создания мастерской и главным аргументом мы козырем в руках Глазунова было то, что лаборатория создана для испытаний в условиях реальных гонок серийных стандартных узлов и агрегатов в правительственных автомобилях. Вот только и благодаря этому было финансирование, создавались эти машины со стандартными двигателями там от ЗИЛ-111, ЗИЛ-114, используя узлы, агрегаты, рычаги и прочих этих машин. В общем-то, ну, это было некое лукавство, конечно, но тем не менее результат был. Так что не все плохо с документацией. И еще один момент, тогда уж длинный монолог это самое закончил. Пришло несколько конструкторов сегодня сюда. Каждый из них реагировал примерно одинаково. У каждого из них был удар дома. Просто они были, ну, из разных источников видели какие-то отдельно взятые фотографии, кто в интернете, кто по телевизору. Те люди, кто участвовал в создании машин 80-х, 90-х. И каждый из них думал, что ничего не сохранилось. А каждая из этих машин была сделана в единственном экземпляре. И каждый из них думал найти свою машину и отреставрировать ее. И каждый из них увидел, пришли все сюда, они все здесь. А самое смешное, мы их специально не искали. Они совершенно случайно собрались в течение трех месяцев. Вообще, основной костяк выставки был сделан за три месяца. И мы сами не знали, что это за машины. А каждый из них пришел, оказывается, все машины, которые очень заметный след оставили. То есть, самый первый автобильт устаёт, Гордарика, по-моему, она называется, оказывается. Это фактически прототип Астрады. Это то, что создавалось в МАДИ с участием ГЭС Де Кальве. Значит, это то, что пошло после этих всех экспериментов с тросовой подвеской. Так машина участвовала в огромном количестве зарубежных заездов. Она в Австрии гоняла, ещё где-то, места кит занимала. Я ещё не знаю, но у неё шикарная гоночная история с победами. Машина настолько удачная была, что потом из неё появилась Астрада. Астрад тоже построили там всего две машины. И вот одна сохранилась, она здесь, а вторая её переделали, её уничтожили, её нет. То есть есть то, что было до Астрады, сама Астрада, после Астрады. Русь. Но с формулой Русь всё в порядке, они все в Грузии. Но были прототипы, и здесь самый первый прототип оказался у нас. То есть, причём создатель даже этой машины, так да, это она и не ездила, и не сильно удачная. Приходит человек, кто её создавал именно этот предмет. Да она, Русь там по всем показателям, она гораздо сложнее. Она там, она на отечественных агрегатах, ещё с ВАЗовским мотором, без ещё, вот на Руси Альфа пошла уже. И она во многом, как бы, по многим показателям. И каждый из этих людей, мы придём и будем участвовать в реставрации, мы всё это помним, есть какие-то чертежи, какие-то зарисовки, память. А Ермилин, Игорь Ермилин, который создал эту МАДИ, у него, по-моему, появилась новая мотивация на ближайшие годы своей жизни. Он уже ушёл в компьютер, он создаёт в 3D все узлы агрегата по памяти. Он живёт сейчас тем, что хочет воссоздать эту свою машину молодости в том виде, как он её тогда строил, как он уже на неё столько патентов получил. И первое, то есть именно те создатели этих машин будут участвовать в этой реставрации. Поэтому всё в порядке. Нет, потрясающая история, но она такая история как бы между собой получается, понимаешь, к сожалению. Хочется ему придать как бы большую огласку, но это можно сделать тогда, когда речь о действительно каких-то, ну, скажем так, нетривиальных технических решениях, которыми можно ударить тебя в грудь, сказать, что это мы. К большому счёту, вот не хочешь, чтобы ты меня сейчас запроверг, всё-таки история создания и история реализации технических решений, особенно в наших формулах, в тех же Эстониях, да, это попытка идти по чужим следам. Потому что, ну, скажем так, Эстония-19, предположим, да, машина, все говорили, с удивительной аэродинамикой. Я ещё помню, когда после реанимации кольцевых гонок в России, в постсоветском пространстве, Эстония-19 ещё ездили. Я помню, я на ней сам даже в тестовом режиме ездил на 19-е вспомнике. А сейчас она сохранилась в единственном джемплее, стоит здесь. Вот, я тебе скажу, где ещё одна машина лежит на самом деле. Так, так, так. Вот. Но эта же машина сделана по мотивам того, что сделано было в Европе 10 лет назад до этого и так далее, и так далее. Действительно ли это так? Либо ты можешь сказать, что нет, ребята, есть вот это, вот это, вот это, и мы этим можем гордиться? Ну, скажу так, тема автоспорта для меня совершенно новая. Архивных материалов достаточно много, но на их изучение нужно время. То есть, если по зисам, по зилам я могу рассказать, ну, достаточно много, и то я понимаю, что я знаю там 10% от общего объёма информации, судя по тому, что у меня есть там в архивах, временное изучение даже нет. В спорте я, можно сказать, дилетант. Ещё больше, чем тендерей. Поэтому я в него вошёл несколько месяцев назад. Я просто реализовал, в первую очередь, поиски реального железа, во вторую очередь, архивной документации. Поэтому не могу ответить на многие вопросы. Но здесь присутствуют в зале те люди, которые мало того, что могут, они это делали, они это знают. Это конструкторы этих машин. И они могут сказать, шли они по стопам или не шли. Так вот, я с Ермилиным, допустим, говорил. Так тот не то, что шёл по стопам, он опережал. И опережал лет на 15 как раз. То есть, он применял такие решения, которые никто не применял. Это была попытка сделать на самом деле активную подвеску. Очень много, очень много было ошибок. Очень много, он, конечно, никогда не признает, что тросовая подвеска это ошибочное решение. Все это признают, и Ермилин, конечно, не признает. Ну, потому что она во многом гениальна, во многом она, она реально не, парадоксальна, да, но она должна была работать. И там за этим всем стоит гигантская научная работа. То есть, всё это считалось, рассчитывалось. То есть, аэродинамику они там продували в трубах, они всё считали, они перед тем, как продувать, пытались это математическими методами высчитать. То есть, каждой этой машине, я видел эту гору документации. То есть, это не просто в гараже построили вот это, склепали вот эту вот ржавую машину, которая там лежит. Там всё сделано мегапрофессионально. Это люди подходят и понимают, что в гараже такого не сделать. А это, кстати, было всегда. Этим занимались энтузиасты, но они находили профессиональные решения. Тот же Лорент ему покрышки в нишку строил. Специально для него, специально для рекордов. Научно-исследовательская инструкция и промышленности СССР этим занимался. Здесь эти покрышки выставлены вместе с колёсами. Гоночная, опытная, и так далее. Модель. У меня проспекты по ним лежат здесь оригинальные. Ну, то же самое, автомобиль Киев, да, делался КБ Антонова. КБ Антонова, авиационные ТБ, авиационные технологии. Шаманский боится приступать к её... Вот я почитал отзывы на форумах. Вот там прошло уже, блин, почти год, они до сих пор её не отреставрировали. Её нельзя реставрировать. Во-первых, ещё нужно определиться, нужно ли её реставрировать. Машина в оригинальной краске в таком сохране. Возможно, её нужно сохранять именно в этом виде, в музее. Если реставрировать, то нужно сначала научиться пользоваться этими технологиями, которые насознанно эти, клепать эти листы с такой точностью и с такой аккуратностью. Я не знаю, кто здесь умеет в этом зале. То есть, это не так всё просто. Вот. И по поводу технических решений, которые опережали. или шли в струе. Тот же, допустим, Тарту-1, естественно, сделан по мотивам лотоса. Такой же точно Купер гонялся на Невском кольце и был тем же Курбатовым, там же сфотографирован. То есть, есть возможность. Более того, я их путал сначала. Так, где здесь лотос? А, вот, нет, здесь фонари 21-й Волги. Конечно, это Эстония. Вот. Но нет, там не только фонари, конечно, но вообще то самое вылитый лотос. Но на отечественных агрегатах с отечественными тоже решениями. ЗИЛ-112С концептуально это АЛАРТ. АЛАРТ, более того, я просто нашел в УКРе на ЗИЛе фотокопию из английского журнала, где АЛАРТ в разрезе со снятым кузовом, показан чертеж задней подвески, моста с вот этими вынесенными тормозами к редуктору со сменой главной передачи для разных типов гонок. Вот эта рама, я, кстати, чертеж рамы поместил на стенде, можно посмотреть. Это реально точная копия АЛАРТа. Внешне закосили под Феррари Цестеросу. Но то, что это АЛАРТ внутри, это стало понятно, поскольку когда нашлись документы на АЗИЛе, но это никто и не скрывал. Вот. Но не все слепо копировали, то есть очень много было самостоятельных решений. Тот же Садовский много интересного рассказывал, то есть с ним надо поговорить. То есть не все копировали. Естественно, мы должны были у кого-то учиться, естественно, мы не в вакууме. Но не хочу сказать, что вот только копии. Точно нет. Точно были свои работы. Вот. У нас уже, к сожалению, наша запись подходит к концу, шифер подходит к концу. Последний вопрос. Все-таки подавляющее большинство, к сожалению, гоночных рекордных автомобилей в советскую переду утрачено. Утрачено безвозвратно. Конечно. Безвозвратно. Если бы у тебя была возможность построить одну реплику, один автомобиль, какой бы это был автомобиль? Что бы в первую очередь нужно сделать? Гэл уже есть. Ну, будет, наверное, удивительно, но я, наверное, скажу, что Хади 9. Мне больше всего жалко, что она утрачена. Реактивная, да? Реактивная, да. Это, конечно, мега-проект. Это очень амбициозная тема. И она так бездарно утрачена была после съемок фильма «Скорость» с Харатьяном. Ее просто не отмыли от соли, и она разрушилась. У меня есть фотографии, когда она уже в разрушенном состоянии. Ее надо было сохранять в любом состоянии, но при том, что все автомобили Хади сохранились, практически все. Я был в Хади, я видел все эти машины, я, конечно, очень порадовался. Но в Хади 9 это не хватает. Это без нее осиротело, конечно, эта тема. Я про Зилы молчу, я думаю, они и без меня будут реставрированы, тем более на многие из них есть документация, чертежи. Спасибо, в любом случае, спасибо огромное, спасибо за идею и за титанический труд по ее реализации. Спасибо большое, Владик, спасибо, дорогие друзья. Это была программа «Попутчик» в выездную студию телеканала «Автоплюс» на полтаймер-галерее Ильи Сорокина. Оставайтесь с нами, уже тут еще много интересного. Редактор субтитров А.Семкин